У нас сегодня такая неформальная обстановка, будем вспоминать какие-то байки, будем говорить про авиацию, будем заодно готовить узбекский плов. Это курдюк. Вот этот курдюк настоящий, я его из Ташкента привожу или друзья мне привозят. То есть здесь такое не водится? Нет, почему? Потому что здесь бараны дагестанские. Узбекские бараны и дагестанские они немного отличаются, потому что у дагестанцев хвостик, они хвостатые. А у узбекских баранов у них вот такие курдюки висят в заднице. Огромный, он может весить до 20 килограммов доходить. Прям вот так вот огромный. Я в этом понимаю еще меньше, чем в самолетах. Да, да. Ну, я родился, вырос в Ташкенте, поэтому у нас есть чем сравнить. Вот, но, а здесь вот это вот нарастает вокруг хвоста жир, его называют курдюком. Но на самом деле курдюк, он вот у тех баранов, он такой сладковатый даже на вкус, ну, такой более нежнее. Поэтому вот здесь его нет. Здесь другой, другая порода баранины, баранов, и они, конечно, немного отличаются вот этим как раз. Ну и климаты тут все это. Хотя дагестанские бараны, я подчеркну, они очень вкусные, хорошее мясо. Но вот в Ташкенте как-то немножко получилось. Вот такими квадратиками мы нарежем курдюк. Ну, кто-то, если нет курдюка, ничего страшного. Можно просто масло хлопковое налить, да? Сейчас оно тоже продается везде на рынках. А вот могу вместо хлопкового, извините, может за бестактность растительная? Можно, конечно, да? Да, да, можно. А вот там оно какое-то рафинированное, нерафинированное, вот это продается? Нет, вот надо обычное, в смысле, не... Прозрачное или темное? Прозрачное. Прозрачное, все, понял. Потому что... Без запаха, да? Да, запахом, потому что вот это вот оно, оно пенится. Оно само как масло хорошее, но его лучше добавлять в салат. А если начнешь на нем готовить, он начинает подниматься пеной, это не очень удобно. А вот это, вы говорите, лучше использовать хлопковое, да? Да. А это оно специальное, какое-то продается, да? Ну, не прямо без хлопкового масла, для кого? Да, прямо хлопковое масло. Не, оно в Ташкенте очень, вообще, в Узбекистане распространено, потому что там хлопок растет. И нас гоняли на этот хлопок всех студентов. И до ноября месяца, пока вот это вот все... Морозы не наступали, вот это вот все собирали там. Да, приготовили мы курдюк, теперь мы будем готовить лук и морковь. Ну, давайте морковь порежем. Так, я пока хвостик обрываю. Да, да пусть пока. Кстати, по поводу обрыва хвостиков, в прошлый раз вы расчехвостили аэрофлот летного директора, да, помните, вы критиковали? Да. А у них, они отозвались и прошли какие-то мероприятия по следам наших публикаций? Ну, когда мы говорили, что они себя не хотят сами сокращать, а сокращают рабочих лошадок, то генеральный директор аэрофлота, видимо, нас услышали. И там произошло очень большое сокращение. В верхушке? Вот как раз в летном комплексе сократили всех командиров эскадрильи. И вот когда их стали сокращать, они там разбежались, стали разбегаться кто куда. Но сейчас нет уже эскадрильи. Командиров эскадрильи нет. Есть там группа инструкторов. То есть, ну, вот иногда нас слышат и слышат нас. Андрей Александрович, а летчики хуже не станут летать без отзора? Нет, вы знаете, я вам даже больше скажу. Лучше. Мы год жили вообще без взлетного директора. Потому что тот ушел замминистром работать, а этого пока не назначили. И вот он, мы жили год. И вы знаете, было даже спокойнее. Был спокойнее. Никто мозгнее. Да. Вот не было вот этой какой-то суеты. Совсем справлялся директор департамента по производству полетов. Он такой мужик, очень грамотный, давно работает, знает документы. И как-то сам по себе спокойный такой человек. Ну, вот потом этот долго выбирали и это, нашли. Если у нас летчики уходят из зарплаты, и первую причину, которую они называют, это моральный климат в летном комплексе. А потом уже говорят, что зарплаты, уже там это. Первое, вот сколько я разговаривал там с десятками людей. То есть никто не назвал, ой, вы знаете, там платят мало, я решил уйти. Все говорят в один голос. Моральный климат в летном комплексе аэрофлота. То есть там ты просто, ну, вот душняк уже. Не хотят люди работать. И если это называть, что он справляется, ну, значит, мы останемся без летчика. К этому придет все равно все. Так же, как это был дефицит, когда пришлось менять даже воздушный кодекс и вносить поправки в воздушный кодекс, чтобы могли иностранцы работать командирами в авиакомпании. А сейчас, кстати, не осталось ни одного уже? Да нет, тогда-то было мало. А сколько было? Там было, я сейчас не помню сколько, был один немец, и там несколько чехов, там, ну, может, не знаю, может, 20 человек. Немного. И то, почему пришли чехи к нам работать. Потому что у чехов они создали максимально комфортные условия для работы. И так, как чешская авиакомпания там обанкротилась, их отпустили вроде как в какой-то временный отпуск, оплачиваемый. И у них получалось вот то, что им платят в Чехии, да, и то, что платит Аэрофлот, получалось неплохо. Если человек имеет европейское пилотское свидетельство и знает свободно английский язык, но он пойдет там в какую-то другую компанию, где платят больше, где более комфортные условия, чем в Аэрофлоте. Поэтому уходили кто куда. А сейчас, да, сейчас не такой большой выбор в России, да? Ну, появился выбор за границей. Ну, за границей за какой? Вот в Индию едут работать. Едут в Саундовскую Аравию, во Вьетнам, в тот же Китай. Ну, кто где пристроится. Узбекистан. Узбекистан сейчас много, Казахстан. Да, Узбекистан вообще развивается очень хорошо в плане авиации. У них там появляются новые новые авиакомпании. Появляются там, берут они людей и из России летчиков, и бортпроводников набирают. Поэтому в этом плане узбеки молодцы. Может вам остановиться в Узбекистан сейчас? Опа. Ну, не знаю. Я уже... Во-первых, с возрастом это тяжело. Надо это понимать. У нас ведь как люди работают. Они летают, 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 а потом выходят на пенсию и умирают сразу. Или там успевают года там два-три-четыре-пять пожить. Потому что ведь все это доказано, что у летчиков это век недолг. Это же все напряжение, все вот эти перепады и давление, температурные и часовые пояса. Каждый сам должен для себя решать. Охвататься, цепляться за это. Понятно, что... Понятно, что времена непростые. Нужны деньги. Зарабатывать надо. Поэтому у нас был один этот инженер. И вот он все время ходил в форменных брюках. Вот его встретишь там. Слушай, а что ты брюки не можешь купить, что ли, Сина? Да вот, надо детей поднять. Там что-то лето платить, за школу платить, кружки платить. Проходит там какое-то время. Опять его встречаешь. А он опять в форменных брюках. Ну, что ты сегодня как брюки не купишь? Да вот, надо это, внуков поднять. Сейчас вот внуки... Есть вот такие кадры у нас, которые всю жизнь носят форму. Не потому что они ее любят, а потому что в целях экономии. Так что, кто как для себя решает. Кто-то вон до 65, до 70 даже летают. Сейчас же ограничения сняли, поэтому здоровье есть, летай. Но все это очень чревато. Но может вам в наземный комплекс пользу бы то уж принесли бы? А? Или бояться не берут? Зачем? Ну в смысле зачем? Ну зачем? Я налетался. Не-не-не, я имею ввиду, ну, на земле там ОЛР, организация летной работы. А я вот пойду в ресторан работать. Вот, мне он нравится, видится. Буду плохо готовить, людей кормить. Неплохо. Серьезно, да? Да, ну а почему нет. А сейчас вы не работаете? Нет, сейчас не работаете. Ну а что? Ну я шучу, конечно. Я шучу, конечно. Я пока отдыхаю, наслаждаюсь жизнью. Дмитрий Александрович, сколько нам нужно брать риса, сколько морковки, сколько мяса? Вот смотрите, вернемся к плову. Как считается плов? Плов считается 200 грамм, штакан сырого риса на человека. То есть, если вы хотите позвать, допустим, пятерых друзей, умножить на 200, получается килограмм. И должно соответствовать такой, значит, этот, пропорции такие. Килограмм риса, килограмм мяса, килограмм морковки. А скажите, я вот особо не люблю на кухне заморачиваться. Могу я вечером вот наготовить, посчитать, сколько? Четыре человека в семье, 800, и на три дня 2400, да? И три дня его кушать. Его можно так хранить? Тогда я вас научу по-другому. Если вы хотите свежий плов поесть, например, вы пригласили друзей к 7 часам вечера к себе, да? И вы хотите подать им свежий плов на стол. Но вы же понимаете, что они там могут опоздать, да? Они могут там, плов может остыть, а остывший плов, это уже не так вкусно. Хочется же его прямо снять с плиты, подать, да? Поэтому очень просто это делается. Вот мы к этому сейчас дойдем, когда начнем готовить. Я вот остановлюсь на этом моменте. Вы вот этот зирвак, когда приготовили, зирвак это вот все, кроме риса. То есть вот все, вы уже, у вас все готово. И остается только теперь забросить рис. Вот вы на этом моменте останавливаетесь. И просто накрываете крышкой казан, выключаете газ и ждете гостей своих. Рис не забрасывайте. Но и нельзя, чтобы он стоял в воде, потому что он разбухнет. Вот ваши гости приехали, пока вы тут холодную закусочку организовываете, пока вы тут на стол накрываете, вы включаете газ, ну или там плитка у кого. И как только начинает бурлить вот этот зирвак ваш, то есть он там какое-то время постоял, остыл, вот он начинает бурлить. И вы знаете, что вы теперь рис когда запустите, то через 20-25 минут он будет готов. Как раз они еще и еще хотят. Да, и у вас всегда будет свежий плов. Не надо делать вместе с рисом, потом выключать и ждать гостей. Он слипнется и будет, остывший будет, он невкусный. А так вы всегда подадите это. Теперь ваш вопрос на следующий день, если вы хотите сохранить плов. Порционально целлофановые пакетики раскладываете, замораживаете. В морозильнике. В морозилке. Захотелось плова, достаете, на тарелку раскладываете. Либо можете на сковородке немножко водички капнуть, крышечкой закрыть на медленном огне. И все, и как новый. Да, а если уж совсем торопитесь, но на 3-4 минуты микроволновку, на 5 минут, там, смотря какое количество. И все, и вот он у вас всегда будет плов на столе. Маркетплейсы завалены наушниками, которых хватает на месяц максимум. Но есть же тюменский бренд, Кейс Гуру, которые делают наушники на годы вперед. Тюменские наушники – гоночные болиды в мире наушников. За секунду коннектят со смартфоном и не рассинхронизируются, в отличие от ноунеймов. Наушники Кейс Гуру экономят заряд телефона. Расходуют его на том же уровне, как проводные наушники. Первые в России аудиофильские наушники CGPods Beat порвали интернет и звуковое пространство. Звук, как в кинотеатре. Шумоподавление, как в студии звукозаписи. Работают биты месяц без розетки. Если слушать по 2 часа в день. Радиус работы наушников 20 метров. Мощный сигнал. Блютуз ловит через две стены. У моделей CGPods Air Pro четкий и громкий звук. Динамик больше на 40%, чем у нового поколения яблок. Микрофон у CGPods Air Pro с того же завода, что и у яблок. Тюменцы не жмут и не давят. Универсальная модель CGPods Sport подходит любым ушам. Уши не устают. Даже знаменитые бренды так не могут. Богатый комплект из семи пар креплений, двух пар амбушюр. Тюменские CGPods в 4 раза дешевле яблок. И чуть дороже бюджетных Xiaomi. Для заказа сканира QR-код или переходи в описание. Там ссылка на беспроводные наушники CGPods по разумной цене. Промокод AIRPRO2411 на скидку до 500 рублей. Вы знаете, когда пандемия началась, узбеки решили создать вакцину от коронавируса. Как? Ну, у них постоянно получался плов. Вот. Поэтому... За что бы узбек не взялся, у него всегда получится плов. Плов будет на курдючном сале. Можно добавить немного растительного масла. Смесь с курдюком. Тоже так, для вкуса. Посмотрим, сколько у нас сейчас выкипит жира. И, если надо будет, мы еще добавим растительного масла. Андрей Александрович, а вот процедурные самолеты, да? Вам не кажется, что это скучно? Ну, по сравнению с с чем? Сан-2? По сравнению с сэроклубом, да, когда летишь, там... Вот. А что у вас там? Ну, работаешь по процедурам. Шаг влево, шаг вправо, диспетчер. Вот. А тут-то настоящие полеты. а вы там выполняете перечень действий нам самому от этого но вы чувствуете вы чувствовали себя летчиком ну знаете конечно те полета которых вы говорите они интересны я имею ввиду ну вот кто летает там на вертолетах нам два малая авиация они интересны это все признают летчики да здесь что-то взлетел автопилот включил вот сейчас мы пройдемся чтобы я не забыл самого главного рассказать вот это очень хорошая закусочка вот этот курдючный жир но его надо правильно его надо правильно употреблять в пищу а под какую жидкость подошло ну наверно под водочку все таки да вот смотрите я промыл лучка я готовлю параллельно холодной водички немножко я сейчас уксуса сюда капнул так вот уксуса лук всегда вот вам секрет открываю когда вы готовите салат из зелени там и помидоры огурцы неважно там где есть лук вы всегда лук промывайте холодной водой не теплый не горячий а вот просто холодной водой промывайте чем под краном вот так и он намного вкуснее в салате у него нет такого резкого запаха во-первых нету такого вот горечи такой неприятный всегда вот так прямо промойте промойте холодной водичкой Воду слейте, и вы поймете, что салат у вас намного вкуснее получается, чем если вы лук не моете. Вот. Теперь мы ждем, пока вот это вот все у нас масло, вернее, курдюк у нас растает в казане. И будем отправлять туда. Это вечный спор, кстати, что вперед лук надо забрасывать в казан, а потом мясо, или мясо, а потом лук. Ну, к этому мы подойдем. Пока, ждем. А я вам расскажу, как я однажды в летном училище, у нас было там в нашем выпуске 35 человек ташкентские наши ребята. А так как кормили нас отвратительно, и мы ходили, курсант был вечно голодный, решили мы сделать плов со всеми нашими узбеками, которые из ташкентов. 35 человек. Ну, не 35 там у нас было человек, может быть. Может, человек 5, наверное, собрались, самые активные. Мы закрылись, каптерки. Ну, и начали готовить. И тут у нас в самый разгар готовки керосинка у нас потекла. Она стала вытекать на пол. Но все-таки керосин – это не бензин, который вспыхивает моментально. Но уже как бы началось беспокойство, что надо с этим как-то завязывать. А мы уже вот все, уже приготовили. Вот уже рис надо запускать. Нам надо еще полчаса хотя бы, чтобы закончить это мероприятие. Ну, что делать? Тут вечернюю поверку объявляют. Давай, рота, выходи, строится. У нас тут это. Семьи мотокаптерки проходит. И мы слышим голоса. А что керосином воняет? А что керосином? Кто это что? А кто керосин принес в роту? Вот видите, немножко масла можно добавить. Да? Вот. Это мы сейчас вот сюда, в сторонку, откладываем. Чуть-чуть масла добавим. Для вкуса. И пусть оно дальше раскалывает. Вот так вот. А как вот говорят, когда дым идет от масла, это уже плохо? Нет. Наоборот. 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 Его надо прокалить масло хорошо. Чтобы оно вот именно было такое вот раскаленное. Так. Вот это закуска. Но ее надо правильно кушать. Вот посолили, поперчили. И вот так лучок сверху кладется. С уксусом который. Можно выпивать сколько угодно. И это очень... В небольших количествах, да? В небольших количествах. Как говорит Александр Ширвиндт, не ждите, пока вас сделают счастливыми. Налейте себе сами. Я не знал, что это так вкусно. Вот кто попробует, потом напишет нам в комментариях, что я был прав. Дальше. Масло у нас уже раскалилось. Мы забрасываем лук. Забрасываем лук. И вот говорят так. Вернее, цвет плова регулируется луком. То есть, вот если ты хочешь, чтобы темный плов был у тебя, надо его побольше пережарить. Лук. Если, ну, то есть, вот какой цвет лука, такой будет цвет и плова. Вот так. И еще говорят узбеки так, что плов не должен видеть водку. То есть... То есть, вот выпивать надо до того, как плов будет готов. А когда уже плов готов, все, тут уже садятся, едят плов, потому что он жирный, водочка холодная, а плов жирный, бараний жир. Само то. Вот почему-то так, есть такое поверье. Что, у вас бреки не пьют с полного плова? После плова ты пьешь горячий чай, зеленый. Уже водку не пьешь под плов. Ну, это чисто... Мы хотели сказать, зеленый чай уже после водки пьешь. Правильно? Да, да. Это, знаете, есть такая... Парадокс, да, такой парадокс есть. Это вот... Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно. Ну, а все правильно. Парадокс, да, парадокс. Так вот, продолжаем свой рассказ. В общем, у нас это все завоняло, керосинка. И тут я вспоминаю, что у нас на крыше, где мы загорали, какие-то стулья, старые стулья, и там же лежали кирпичи. И вот я предлагаю, давайте мы поднимемся на крышу, и там мы доготовим наш плов, на кирпичи поставим казан, стулья поломанные есть, из них разожгем костер. В общем, успеем все доготовить. Закончить. Ну, все, вот мы с этим казаном, а там вот эта пожарная лестница металлическая, вот мы лезем туда с этим казаном, разжигаем огонь, уже проверка прошла вечерняя. Из стульев, да? Да, там поломанные стулья какие-то деревянные лежали. В общем, мы их поломали, доломали. Кое-как подожгли, они же еще лаком покрыты, знаете, такое дерево твердое, их не так просто разжечь. Плов с лачком, да, такое? Да, нет, ну, плов вот не попадал, ну, огонь, да. Ну, запашок такой, да, хорошо? Ну, жрать-то хочется. Ну, в общем, мы разжигаем огонь, и казан ставим. Он же остыл у нас, пока вот он сейчас вето. А рядом за училищем, прямо за забором, у нас там стояли дома, в которых жили персонал. Инструкторы, преподаватели. Ну, училище когда строили, и дома строили вот для персонала. Ну, и какой-то инструктор выходит курить на балкон, лето делал, лето делал. Да, запах плова. Он вышел покурить просто вечером. И смотрит в третьем общежитии, нас-то не видно в темноте. А огонь горит. Да, горит крыша. И он звонит дежурному по училищу. И говорит, у вас пожар, третья общага горит. Да вы что? Да. Хорошо, он не успел вызывать пожарных, а решил сначала сам посмотреть. Ну, вот такая картина. Пока он ему позвонил, пока тут доковылял, пока он залез на крышу, у нас уже плов был готов. И вот такая картина. Мы, значит, вот так вот сидим, открываем крышку, только вот ложками вот нас вот вокруг. Пять из беков. Только в этой ложке, значит, туда в этот плов. И вдруг так фонарик. Что в вашу мать? Такой мать трехэтажный, дежурный по училищу. Майор. Единственный, кто из нас не растерялся, это был Ясуп. Он так поворачивается и говорит, товарищ майор, плев не хотите? Смотрите, вот у нас лук уже, видите, подошел, да? Вот теперь мы забрасываем сюда мясо. Забрасываем мясо. А его мельче там не надо было порезать? Не надо, нет. Все, вот мы забрасываем мясо. Потому что люди это будут кусать. Все будет хорошо. Адерин Александрович, вот по мясу, да, должна бы только баранина, да? Или могу я там, не знаю, взять? Говядину, сувениру? Нет, можно говядину, говядину. А, все, что хочешь, да? Конечно. Говядина тоже хорошо, плохо получается. Из говядины, он такой будет менее жирный. Будет постный такой. Ну, скажем так, не... Ну, оно, все-таки, говядина, она не такая жирная, как баранина. И кто, кто что любит. Некоторые делают, мешают. Половина говядины, половина баранины. Тоже хорошо получается. Спонсор наших выпусков с хорошим исходом Миралат Урбеч. Отечественный лидер в производстве натуральных паст из орехов и семян. Три вкусные новинки от нашего производителя. Урбеч Рафа. Кокосовая паста сгущенка без сахара. Урбеч Абрикосточка. Карамель также без сахара. Кокосовая сгущенка, паста и манго. И тоже без сахара. Все это недорогая и полезная вкуснятина доступно уже сейчас в вашем дворе. На Валберес или Озоне. Покупайте Миралат Урбеч. И вам будет сопутствовать удача и в воздухе, и на земле. Ну, по процедурным самолетам вы мне не договорили, да? То есть, на этих маленьких вы видите тоже хорошо и тоже отлично. Но? Но... Там визуальные полеты в основном. Визуальные полеты, они, конечно, интересны. Потому что ты летаешь там, это... Хулиганишь. Не без этого. Поэтому... Тоже надо меру знать в этом. Мы взяли в училище учебные полеты на Як-18. А нам привозили арбузы. И вот мы ели арбузы. Пацаны, по 20 лет нам. Нам же скучно везде. Нам везде надо это... Развлекаться. Но... Че делать? Давайте делать... Давайте бомбить местное население. Это как? Мы придумали. Вот там же есть на Як-18. Щиток открывается. Тормозной щиток. Ну, там закрылков нету, как это выпускается. А щиток просто откладывается. Вот эти, значит, корки арбузные, которые у нас оставались. Мы, значит, щиток открываем. Мы туда их закладываем. Зачем? Бомбить местное население. И вот при заходе на посадку... Мы же там жили... Полевой аэродром у нас был. Мы его называли пылевой. От слова пыль. Друзья, нанесущие свойства крыла. Это никак? Нет. Ну, они там... Там места достаточно. Корка там никак не мешает. И вот когда заходишь на посадку, ты же щиток... Так. Выпускаешь. И корки сыпятся во двор местному населению. Они прибегают жаловаться туда. К нашему руководителю полета. Ваши курсанты забрасывают нас корками от арбуза. Бомбардировали. Тот ничего не поймет. Говорит, какими корками? Вот самолет пролетает, а они кидают корки. Нам на это. Скрипит. Но он опять ничего не может понять. Для того, чтобы кидаться корками с самолета, надо сожрать арбуз в самолете. Там просто нет... И как это вообще? Он стал следить. Никто не таскает арбузы в этот... В самолет. В самолет. В полет. Да. С ножиком. Естественно, арбузы никто не таскает. И вот нас долго вычисляли. Ну, корки летят. Ха-ха-ха. Всем весело. Да. Ну, корка эта безобидная такая. Убить-то она не убьет. Даже синяк не поставит. Ну, вот так вот мелкие корки, арбузные летали. Пока нас не поймали, не вычислили. В наряд ни очереди не объявили. И по башке настучали. Но этого еще легко отделали. Легко, да. Ну, тогда как-то это все было по-другому. Мы как-то тоже чувствовали вот эту вот грань, да, которую нельзя переходить там. Ну, были такие моменты. Андрей Александрович, а на таком типе самолета, как Аирбас А320 вы хулиганили? Нет. Да важно. Ну, что-то ж... Нет, нет, нет. Да не может быть такого, что вы там, значит, такой вот рубаха парень, не плов жарили на крыше и все. А тут стали такой дисциплинированный и вообще... А дело в том, что там не похулиганишь. Там нечего, нету... Что там хулиганить-то? Ну, я не говорю под мостом пролететь, но, может, под большим мостом. Нет, нет. Это уже большая авиация, здесь уже все серьезно, здесь уже снимают расшифровку, уже за тобой следят все. Да и потом как-то уже и возраст другой. Когда тебе 20 лет, это же не то же самое, когда тебе там уже за 40 перевалило, а тем более там за 50 или за 60. Андрей Александрович, ну скажите, вот в аэрофлоте, да, мне кажется, вот вас не увольняли, потому что боялись, да, что вас уволят, а вы поднимите бучу, подойдите в суд, там и так далее, да, и поэтому они вас терпели, а? Скажите. Это можно целое... Это можно сделать целую передачу, посвященную моему регулярному увольнению из аэрофлота. А, да? Конечно, конечно. Вы что? А прям официальное предупреждение было? Да у меня есть все документы. У меня есть все документы, и они прекрасно об этом знали. Это, вы знаете, как... Есть такой фильм старый, «Страсти по Владимиру» называется, про Высоцкого. Так. Когда он там куда-то собрался приехать на какой-то завод с выступлением, да, и вот это все начальство бегало и не знало, что придумать, чтобы его туда, ну, чтобы он не приехал, чтобы он... И вот они собрались и говорят, слушайте, давайте, говорит, мы этот... Посмотрите, он старый фильм, он такой смешной, и там... Так, давайте объявление сорвите, чтобы люди не знали, что он приезжает. А этот сидит, парторг там или кто, говорит, да? Только вы идите, сорвите, я туда не пойду. Там толпа народа, говорит, и постоянная толпа возле объявлений. Вы идите и сорвите. Они говорят, нет, мы не пойдем. А давайте скажем, что у нас аппаратура сломалась. Он говорит, а ему не нужна аппаратура, он под гитару играет. И вот эти страсти по Владимиру, да? Вот они все бегают на все. И я почему вспомнил этот фильм? Когда что-то я там где-то говорил, где-то давал какой-то комментарий, мы, по-моему, так и жили с генеральным директором. Я в Останкино, а он в аптеку за валидолом. Как бы я там чего лишнего не наговорил. И вот они не знали, что делать. Они там всякие придумывали. Они даже придумали. Вот смотрите, сейчас уже мясо у нас поджарится. Мы параллельно уже готовим, да? Вот можно немножко кинуть не всю морковку, а пока вот чуть-чуть, чтобы она... А ее помельче не надо резать? Нет, нет. Опять же, чтобы людям кусать было удобнее. Нет, нет, она вся потом в лове развалится, она будет это... А, вкусабельная. Да, да, все будет нормально. Поэтому вот чуть-чуть морковки мы кинем, чтобы она... Были такие вот зажаристые кусочки, такие вот кончатые. А потом мы остальное доложим. Слушайте, ну я не представляю, вот есть администрация, да? Все ходят там как зайки, да? Не дай бог, да? И вы тут такие, да я вас всех тут и... Нет, нет, нет. Я никогда... У меня не было вот этих каких-то понтов, не было никогда таких... Но все равно... Не боитесь выступать за правду, да? А потому что они боятся сами. Я понимаю, они боятся огласки. Это люди, которые... Они готовы все делать, но из-под тяжка. Это такая чиновничья натура. Как только чиновничья натура понимает, что человек может придать огласки его гадости, а еще подкрепив это документами, то чиновничья натура начинает уже думать об этом. А надо ли мне это связывать? Я в этом болоте сижу своем и... Ну его нафиг. Ну его нафиг. А генеральному директору аэрофлота очень хотелось стать министром. А летному директору очень хотелось стать его замок. Поэтому ну его нафиг, этого Литвинова. Что-нибудь еще там вякнет где-нибудь. А его кто-нибудь услышит. Понимаете? Это же... Тем более я же не какой-то там блогер, да? Сидящий там где-то там на своей странице или что. Меня приглашают на федеральные каналы. Вот вызывает меня летный директор. Ты там с этим клоуном Жириновским про авиацию и там... Ты там... А я ему говорю, а с каким клоуном? Он, между прочим, заместитель Государственной Думы. Нет. Клоун это на другом уровне мы можем общаться. Но когда мы сидим в официальном кабинете, да? И тут он понимает. Я говорю, а вот у меня есть его телефон, да? А я вот сейчас позвоню. Заместитель. Да, он заместитель Государственной Думы, да? Там спикер или как-то. И мы будем разговаривать в другом кабинете. И я скажу ему, что вот ты его назвал клоуном. А я... А ты зачем в форме пошел на Первый канал? Ты вот не должен ходить в форме. Ты не на работе находишься. Я ему говорю, слушай, вот если бы я в этой форме валялся в лужи пьяный, да? То тогда, да, я тебя понимаю. Я как бы эту форму позорю. Но если я иду на Первый канал, отстаивать интересы гражданской авиации. Вместе, кстати, Жириновский много сделал для гражданской авиации. Там к нему можно по-разному относиться. Можно там... Это право любого человека, да? Но то, что он помогал и летчикам, и гражданской авиации, это... Да, мы много раз с ним пересекались на вот этих вот передачах, где он нас поддерживал. Вот я высыпал сюда всю морковь. Досыпал. Сейчас я помешал. Пусть она немножко прихватит. А когда уже рис будет? Потому что... Рис еще подождите. Да, это еще подождите. Так. Все, сейчас мы туда нальем в воде. И начнем уже готовить зирвак. И начнем готовить зирвак. Так, зирвак это что? Зирвак это вот как раз до риса. Все, что до риса. То есть, вот это зирвак? Нет. Сейчас мы еще туда специи положим. Положим... Зальем водичкой. Все это начнет... Посолим, поперчим. Все это начнет кипеть. Вот это как раз будет зирвак. Это все, что до тех пор, пока рис мы не положили. Рис положили, это уже плов. Вот теперь мы заливаем сюда воду. Кто как говорит? Кто говорит, надо холодную заливать? Кто говорит, надо наоборот кипяток заливать? Кто как говорит? Ну, я кипяток, чтобы просто не ждать, пока она закипит. А то начинает это... Так, вот теперь смотрите. Мы морковку сюда положили. Еще пока ничего мы не делали. Мы пока не солили, не перчили. Сейчас мы будем забрасывать специи. Вот уже у нас что-то тут вырисовывается. А сколько сейчас в аэрофлоте налет? Сколько они работают? Ну, смотря... Вот эти боинги маленькие, они работают нормально. Ну, сколько они? Не 6, а 7? Нет, ну, нет, они летают нормально. А на аэрбасах работают там, ну, в среднем 50 часов они летают. А летали 90 раньше. Ну, почти в два раза работа упала. Почти в два раза. Так, вот теперь смотрите. Мы переходим к следующему этапу. Пока про авиацию. Мы... Вот тут у меня все специи. Это кориандр. Можно поникать? Да. Вкусно? Это кориандр. Это... Зира. Это зира. Зира? Да. Вот это пловом пахнет. Вот. Это зира. Так, зиру мы пока не убираем. Мы будем это. Это... Это... Красный острый перец. Вот это... Барбарис. Дальше. Горох не забываю. Вот я его замочил заранее. Это наход. Так, горох зеленый. Не, ну, наход. Наход. Да. В смысле, наход? Наход ноги? Наход называется. Горох называется наход. Я понял. Но его надо... Вот, смотрите. Чтобы было видно. Но соль. Вот такое количество. Я думаю, давайте... Наверное, пару лужек-то точно надо. Вот этот зирвак, да, он должен быть чуть-чуть пересоленым. Ну, даже три, наверное. Чуть-чуть пересоленый. Потому что надо рассчитывать еще на то, что будет плов. В смысле, рис. Рис, он еще тоже возьмет. Он же должен тоже соль взять. Так, а, что мы забыли? Мы забыли черненького перца немножко. Лягтуса. Так, мы красный уже сыпали. Это просто для душистых перес. Мы его не переперчим. Вот, видите? Вот это вот уже зирвак. И можно еще положить сюда чеснок. Вернее, не можно, а нужно. Вот так надо его срезать. Чтобы он давал свой аромат. И потом его, когда кушать, его оттуда, оп, и он, его выдавливаешь. Вот мы его сюда втекаем. Потом мы его уберем, когда будет здесь забрасывать. Так, вроде ничего не забыли. Вроде ничего не забыли. Теперь немного прибираем огонь. На средний огонь ставим. Закрываем. Ну и пусть он минут, наверное... Минут, наверное, двадцать. Вот теперь мы сюда закладываем айву. Айву. Почему айву? Она не разваривается в плове. Потом очень вкусно ее с рисом есть. Такой вот. Ну, кто любит, да? Нет, ну, ради бога. Можете ее в сторонку отложить. А может помельче порезать ее? Нет, наоборот. Крупно. Для того, чтобы она не разварилась. Этот выпуск создан при поддержке магазина авиационных футболок «Флайшоп». В нем вы можете приобрести качественные толстовки и футболки с боингами, аэрбасами и туполями. Ну, а это что у нас? Это какая-то страх перед администрацией? Или что это? Не дай бог, что-то вот мы лучше здесь тихонько-тихонько... Все равно администрация победит. Да? Но... В основном, да. В основном, они найдут разные способы тебя сожрать. Но все имеет свою цену. А одного сожрали, он ушел. Другой утерся, поплакал и забыл. Третий обиделся. А четвертый может поднять такую пену, что мало не покажется им. Поэтому они же тоже не дураки, они же соображают, сколько там... До какой степени можно давить и до какой степени можно... Ну, пока все сидят как мыши, но и будут давить, и нормально все. Ну, что? Ну, пока сидят как мыши, да. Поэтому не надо сидеть как мыши. Не надо сидеть как мыши. Надо отстаивать свои права и отстаивать свою позицию. Если мы каждый на своем месте будем отстаивать свою позицию, то и они будут бояться связываться. А пока они понимают, что они безнаказанно могут творить все, что они хотят... Ну, поэтому мы пришли к тому, к чему мы пришли сейчас. Мы подошли к рису. Мы подошли к рису. Значит, смотрите. Что мы делаем? Пока мы айву достанем, чтобы она нам не мешала. Так, а обратно мы ее потом обратно будем... Мы ее обратно потом, да. Когда мы рис уже у нас, перед тем, как закрыть его, мы ее вернем обратно. Вот мы сейчас достанем айву и достанем чеснок. Все. Вот это называется зирвак. То, о чем я говорил вначале. Можно подъехать. Да. То есть вы можете его сейчас выключить, рис не запускать. И сдать гостей. И сдать гостей. Как гости придут, вы опять включаете его, он нагревается, потом отправляете рис туда. И уже все. Когда он готов, у вас всегда будет свежий хлоп на столе. Все. Вот мы запускаем рис. Подошли к этому моменту. Делаем полный... Так, я выключил наоборот. Делаем огонь. Отправляем сюда рис. Рис мы до этого промыли, чтобы было понятно. Но это, я думаю, все и так знают. Его надо промыть до тех пор, в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной. Но это может быть 5-7 раз. 5-7-8. Так, чтобы вода была прозрачной. Так. Все. Делаем огонь на полный. Жидкости у нас здесь воды достаточно. Не ждем, пока у нас вода будет потихоньку выкипать. А, оставляем открытую? Да, оставляем открытую, потому что вода должна выкипать. Чуть-чуть его мешаем. Но ни в коем случае нельзя его мешать вот так, вместе с мясом, с морковкой. Все это остается снизу. А почему так нельзя? Ну, потому что рис, он должен отдельно быть. Сейчас вот он... Потом мы его соберем горочкой. Сколько мы его так должны варить? Пока вода не испарится. Андрей Александрович, в России все-таки какой район полетов для вас наиболее приятен? Приятен? Ну, есть разные заходы, да, на посадку. Мне, например, нравился Геленджик, куда летать. Он такой аэродром сложный. С одной стороны море, с другой горы, да. Но посадка там красивая. Ну, и в Сочи такой же аэродром. Ну, Сочи как раз наоборот неоднозначно, да, там все время сдвигает, попутный ветер. Да, ну, Геленджик такой, они там находятся недалеко. И вам это нравилось, да, почему? Ну, мне нравился сам заход. То, что виды там происходит? Вообще Геленджик знаете, как аэропорт называют? Нет. Авианосец. Ну, там посадка как на авианосец. Прямо полоса вот так рядом с морем. Заходишь на посадку и как будто на авианосец садишься. Ну, мне вот нравилось в Геленджик летать. Туда, кстати, мало кто летал. Мы, когда начали туда летать, то, учитывая, что у нас был рейс ежедневный в Геленджик, один рейс, потом стало два, а вначале был один рейс в день. То есть, получается, это 30 рейсов в месяц. И так как я в Геленджик летал по 7-8 раз, то можно сделать вывод, что там всего, может быть, там 10 командиров летало. Он такой непростой аэродром, и вот, а мне нравилось летать. Как бы я спокойно. А как вообще в компании смотрят, кого куда ставить? Или это... Да, да. Ну, это смотрели командиры эскадрильи, они знали всех летчиков, кого куда лучше не ставить, там, может, накосячить. Там молодой пилот, например, молодой командир, опыта еще мало, а там туманы часто, а там эти... Аэродром непростой, а там горный аэродром, вот, Ереван, например. В Ереване тоже там непростой заход на посадку. А какие там особенности в Ереване? Там очень такое крутое снижение, там... То есть там больше, чем вот это 2,4 градуса, да? Там ты идешь на высоте определенной, да, потому что там горы. И ты должен вот эту вершину горы пройти на определенной высоте. А потом ты должен резко снижаться, чтобы успеть тебе сесть, иначе ты проскочишь. И даже надо выпустить шасси. То есть мы шасси выпускали задолго до входа в глиссаду. Потому что нам надо было скорость прибрать. И чтобы проходили там прям интерцепторы, все вот это выпускали, да? Ты иначе, если ты не погасишь скорости, ты не можешь выпустить механизацию. Там же есть ограничения по скорости. Поэтому для того, чтобы тебе поступательную скорость погасить, тебе надо выпустить шасси, потому что они дают сопротивление. И заранее выпускали шасси для того, чтобы была возможность уже там выпустить закрылки и уже погасить скорость, и уже подойти к глиссаде уже на той скорости, которая необходима. Поэтому вот такая особенность Еревана, да? Ну и так в любом аэропорту. Ну если там какой-то, ну, Пермь, Самара, там, здесь вот Нижний Новгород, там, ну, там как бы аэродром, да, аэродром. А вот такие вот особенности, где надо все это заранее делать, где надо учитывать и особенности рельефа, да? И вот это. Поэтому туда старались ставить таких уже возрастных летчиков. Ну, либо уже которые там как бы проявили себя. А вот по ручному пилотированию что скажете? То есть, так вот для себя, да, сколько надо там тренироваться? Раз в месяц стоит полетать на руль? На тренажерах мы только в ручном. Не на тренажерах, а вот в обычном рейсовом. Всегда летали в ручном режиме. Вы же сами говорите, взлетел, нет, посадить, да. Посадка, я имею в виду, посадка. А вот так вот после взлета порулить или на подходе? Ну, пожалуйста, рулить, я же никто не запрещает это. Ну, просто как-то, чтобы разгрузить себя максимально, да? Максимально разгрузить. Да и авиакомпания, она же требует максимальную автоматизацию использовать. Почему? Чтобы им не портили мы статистику. Что вот у них все хорошо. Видите, у нас нету нарушений никаких. Вот сидят и чтобы это... А на самом деле, летчики, используя автоматику повседневной жизни, они на самом деле, те, кто... Как это, знаете, когда к нам пришли аэрбасы А-320, да? То командир отряда, я не помню, кто это сказал. Ну, все, говорит. Кто, говорит, летать не умел, тот уже, говорит, не научится. Вот такая ходила шутка, да. То есть там настолько все автоматизировано, это летающий компьютер. Вот смотрите, теперь можно сюда потихоньку подойти. Вот теперь вода выкипает. Сейчас я горочкой делаю рис. Мы ложкой вот так вот делаем дырочки, чтобы он снизу, вот этот вот пар, проходя через весь рис, доводил рис до состояния, которое нам надо. Так, вот мы продырявили. Дальше мы возвращаем нашу айву сюда, чтобы она дошла. Вот я для этого оставил зиру. Мы сейчас ее сверху риса немножко для аромата посыпем. И дальше мы уменьшаем огонь. На слабый, вот такой слабый огонь. Накрываем крышкой. И ждем 20 минут. Будем делать салат. Очечок он называется. Это помидоры и лук. Лук вот так вот нарезан полукольцами. Промыт холодной водой. И теперь мы режем помидоры. Не надо его резать вот так вот, пальцами, иначе он будет давиться. Не надо его на доске резать, потому что это будет некрасиво. Его надо резать вот так. Вот. Тогда будут. Но это должен быть острый нож. Ну, естественно. Острый нож им нужен всегда. Вы бы въехали полетать? Я бы нигде не хотел. Ну так, если бы вам сказали. Андрей Александрович, все, Россия закрыта, только за границей. Ну, не знаю. Я вообще себя всегда хорошо чувствовал в этих, в азиатских странах. Мне нравятся азиатские страны. Ну, может быть, потому что я родился в азиатской стране, в Средней Азии, да. Мне всегда нравилось прилетать в Арабские Эмираты. Там какой-то колорит ты чувствуешь. Европа мне никогда не нравится. Есть люди, которые обожают Европу, да, там. Ну, это мне не нравилось никогда. И все, мне кажется, это все одинаково. Эти домики, магазинчики, кафешечки. Вот это вот все как-то... Ну, вот кому что. Кому что. Кто-то любит Европу, кто-то любит, там, Америку, кто-то любит Азию, да. Вот мне по душе Восток, Азия, да. Мне нравится музыка их, мне нравится культура их, мне нравится гостеприимство и доброжелательность их. Так, а вы в том аэрофлоте на каких типах пролетали? Я в 86-м году закончил летное училище и по распределению уехал работать. В Брянск. И там я 5 лет летал на Як-40. А в 91-м году... Вторым, да? Да. Ну, там было вообще у нас за 5 лет у нас всего 2 человека вбелись в командире. Старики сидят, никуда не уходят. А штатное расписание не позволяло. Вот так, теперь, что мы делаем? Мы солим, перчим. Конечно. А вот вы на Як-40 вторым летали, вам вообще там давали летать или вы просто там... Давали, 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 это хорошая школа. Нет, нет, летали. Прямо садили самолет сами, да? Да, да, да. После училища давали вот эту садить, живой самолет. Так мы уже... Мы в училище выпускались по командирской программе. По командирской программе. То есть я сдавал госэкзамены по полетной полетке, да? Слева на месте командира. А это у вас какой тип? Як-40. А, вот так вот. И вы прямо на производство уже пришли? Да, мы готовы пришли. Ну так это вообще, да? Мы пришли готовы. Сказка. То есть мы... Для производства-то, да? Мы... Это... Слева я сажусь как командир. Справа садится курсант. Такой же, как и я. В качестве второго пилота. Посередине сидит бортмеханик. Все. А инструктор вообще сидит там в салоне. В салоне? Да. То есть не сами в кабине? Нет, он может подойти, смотреть, как ты работаешь. Не боится? Нет. Ну он же нас и готовил. С убийцей. Он же нас готовил. Поэтому вот так мы сдавали госэкзамены. То есть я по командирской программе сажусь в левое кресло. Со мной второй пилот. Потом наоборот. Второй пилот садится... Мы пересаживаемся. Он садится влево. Я сажусь вправо. Уже я выполняю в качестве второго пилота. А он уже в качестве командира. Он сдаёт. И так вот нас в лётная группа, там 6 человек. Мы раз поменялись. Взлетаешь там, два круга, по-моему, летаешь. И аксор, говорят, был очень прожорливый. Да. Да? Поэтому и не пошёл. Его даже, знаете, как называли? Окурок. Это самолёт. Потому что когда он летел, это вот такой чёрный шлейф за ним. И его так и называли. Окурок. Три двигателя. Там вполне и два. Два хватило бы двигателя. Ну, тогда это было. Так. Вот такой у нас очичук. Очичук это салат. Да. Лук с помидорами. Вот это как раз салат для плова. Специально для плова. Специально для плова. То есть без огурцов, без зелени. Вот просто лук и помидоры. Ну, вот кто-то, вот кто придумывает эти анекдоты? Кто-то же придумывает. Кто, лётчики? Лётчики, да. Ну, не, что там на эшелоне летят, им заняться нечем. Всё время на автопилоте. Да, как нечем заняться. Там еду принесли, поесть надо. Там газету надо почитать. А вот... Там надо полюбезничать с бригадиром. А вот что вы делаете? Шучу, конечно. Да. Ну, что вы делаете, Андрис, значит, на эшелоне? Ну, что, кроссворды или что? Да нет, мы же как-то... У нас есть возможность даже и подремать. И это не запрещено. Ну, да. То есть мы отдаём управление своему коллеге. И можем там минут на 20 откинуться. Ну, дальний перелёт тяжело, тем более ночной полёт. Это не запрещено. Ну, и, конечно, как ты так не спишь, ну, покемарить можно, там, глаза прикрыл. Ну, что вы любите делать, там, почитать? Ну, раньше читали, потом запретили. Там это... Это, знаете, есть такой тоже анекдот авиационный. Когда командир приходит и говорит в отряде, говорит, не ставьте меня больше с этим экипажем. Не ставьте меня с ним. Я не буду с ними летать больше. А что, говорит, случилось? Ну, говорит, сколько раз, я, говорит, им говорю, не спать, не спать в полёте, не спать. Я, говорит, просыпаюсь, а они, говорит, все спят. Вот теперь можно это фотографировать. Посмотрите. Обалдеть. Вот такая... Обалдеть. У нас сегодня... Я думал, вы только вербасы водите. Нет. Я, вот видите, ещё не разучился. Редактор субтитров А.Семкин